Президент Дональд Трамп прибыл в Париж, где провел переговоры с президентом Франции Мануэлем Макроном. Дружба между нашими народами и, я могу добавить, между нами нерушима. Наши случайные разногласия – ничто по сравнению с узами культуры, общей судьбы и свободы, которые нас объединяют. Многие наблюдатели отмечают, что в последние недели возник неожиданный альянс между самым возрастным президентом США и самым молодым президентом Франции. Отношения между лидерами двух стран становились доброжелательными, несмотря на то, что явными симпатиями Трампа во Франции долгое время пользовалась соперница Макрона Марин Лепен, а первая встреча двух лидеров на саммите Большой Семерки завершилась без особой теплоты. Макрон и другие лидеры уговаривали Трампа не выходить из Парижского соглашения по климату. Однако Трамп пошел на этот шаг, заявив, что представляет интересы жителей Питтсбурга, а не Парижа, что во Франции восприняли негативно. Макрон выпустил видео, в котором обратился к американским ученым, занимающимся исследованиями климата, он пригласил их работать во Франции. Во взглядах Трампа и Макрона есть и иные принципиальные расхождения. К примеру, Трамп выступает как сторонник экономического протекционизма, считая, что США страдают от несправедливых торговых соглашений. Макрон, в свою очередь, апологет свободной торговли. На это накладывается давняя и непростая традиция американо-французских отношений. В 20 веке США дважды оказывали военную помощь Франции. В эпоху Холодной войны отношения двух держав были далеки от идеальных. В последние два десятилетия в Европе Вашингтон делал ставку на партнерство с Великобританией и Германией, а не со Францией. Тем не менее, США и Франция успешно сотрудничают в деле борьбы с международным терроризмом. В США никогда не забывали, что именно Франция помогла восставшим американским колониям получить независимость и превратиться в Соединенные Штаты. Поэтому Макрон пригласил Трампа на празднование Дня Бастилии, устроенного в честь Великой Французской революции, которая во многом вдохновлялась идеалами и целями американской революции.